Всем привет! С вами Фия. Добро пожаловать на мой YouTube канал. И сегодня мы с вами начинаем очень интересную рубрику. Она не связана с косметикой, но она такая же интересная. Это парфюмерия. И сегодня я хотела бы поделиться очень интересным открытием. Я нашла достаточно приближенный аналог к люксовым духам от марки Chanel Mademoiselle. И сегодня я поделюсь своим интересным открытием. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram, чтобы не пропустить самое интересное. Это оригинальный пробник Chanel Mademoiselle Parfum. Он у меня уже совсем... вот, остался небольшой остаток. Вот он. Эти духи достаточно концентрированные. Они пахнут, на мое обоняние, очень так свежо. Мне кажется, на весеннее время они и на летнее будут очень даже кстати. Духи Coco Chanel Mademoiselle вышли еще в далеком 2001 году. Принадлежат к классификации элитной. Тип ароматов восточный и цветочный. Начальная нота апельсин, бергамот. Нота жасмин, роза. И конечная нота ветивер и пачули. Как мне кажется, здесь это не совсем полная пирамида. И я была права, потому что здесь присутствует более сложная база. К примеру, здесь есть иланг-иланг, турецкая роза, жасмин и мимоза. И в базе у нас пачули, бобы тонко. То есть очень достаточно сложная база, которая на каждой из обладательниц по-разному раскрывается. Как на мне, этот аромат достаточно, так сказать, холодный. Он на мне звучит очень так, даже я бы сказала, по-мужски. И я долгое время не могла понять, что же может служить такой резкой нотой, которая меня отталкивает. И потом я поняла, что это. Это нота мимозы, которая мне абсолютно не нравится в ароматах. Поэтому, когда я уже вижу в базе мимозу, я уже сразу настораживаюсь и понимаю, что, возможно, у меня не сложатся самые хорошие впечатления и отношения с этим парфюмом. Но все же, если говорить об этом аромате, он достаточно интересный, сложный. И, возможно, вам повезет, и он на вас сядет очень легко, цветочно, с такими очень красивыми пудровыми нотами. Но, как я говорила, я хотела поделиться сегодня очень интересной находкой. Потому что далеко не каждый может себе позволить аромат от Chanel. К тому же, цена очень на него кусается. Всего лишь за 50 мл 2 тысячи гривен. А если 100 мл, это 4 тысячи гривен. Это, согласитесь, очень цена немаленькая. Плюс на заграничных сайтах эти духи продают по 70 долларов, 80 долларов. Аромат достаточно недешевый. Поэтому всегда хочется найти интересную ему замену. И сегодня мы о ней и поговорим. Это духи вот в таком формате от фирмы Coco Lady, производства Украина. Я была очень скептично настроена к этим духам. Мы к нему настроена. Потому что, как мы знаем, духи, вдохновленные оригинальными ароматами, они далеко не всегда успешные и удачные. Но не с этой малышкой. Она очень получилась интересная. И она настолько приближена к звучанию оригинального парфюма, что я была просто поражена. Я думала, возможно, это у меня странные такие впечатления. Но после того, как я почитала отзывы об этих духах, я была права все-таки. Очень многие чувствуют определенное сходство с оригинальным ароматом от Chanel. Плюс, вы видите, само оформление тоже сделано в духе Chanel. Вот эта бутылочка, граненая крышечка. Но у меня случилась небольшая беда вот здесь с этим горлышком. Потому что очень слишком плотно прилегала крышечка. И пришлось немножко над ней потрудиться. И чуть-чуть здесь пришлось немножко поколдовать. Духи очень похожи. Конечно, я бы не сказала, что это абсолютное стопроцентное попадание. Но на процентов 90 очень даже ничего. Плюс, если вам нравится это направление, вам будет интересно его попробовать. Я его нанесу на руку. Сразу очень-таки зеленые, даже слегка как горьковатые ноты. Но для кого-то это будет даже плюс. Потому что многие любят такие немножко древесно-зеленые ноты. И они очень даже неплохо раскрываются. Это аналог. А это у нас оригинальный парфюм. Я его нанесу совсем немножко. Он, как ни странно, вот этот аромат оригинальный. Он сначала больше даже отдает как такой спиртовой ноты. Даже это очень странно. Потому что уже вроде бы пробник достаточно хорошо разношен. И не первое знакомство. Но по звучанию очень похоже. Конечно, сам оригинальный аромат более густой, плотный, цветочный. Но если вам хочется приблизиться к этому аромату и не слишком разорить свой кошелек... Так, случился небольшой конфуз. Моя камера разрядилась. Поэтому мы все равно продолжаем нашу тему о парфюмах. Show must go on. Я хотела договорить и сказать буквально завершающие слова о своем впечатлении. Мне очень понравился этот парфюм. К тому же он не слишком разрушает ваш бюджет. Плюс, если вы хотите познакомиться с этим ароматом и определиться, нравится вам он или нет... То это интересная находка. И я надеюсь, она вам пригодится. Хотелось бы еще добавить о стойкости ароматом. Аромат, который аналог. Он очень хорошо держится. И, как ни странно, он очень хорошо раскрывается. Даже сейчас, я бы сказала, он стал чуть-чуть слаже. Также, вот эти зеленые ноты, они сразу ушли. И получается такая сразу, такая очень интересная сладковатая база с такими нотками пудры. Согласитесь, за очень смешную цену. А цена у него всего лишь порядка 4 долларов. Мне кажется, это просто невозможно. Как за 4 доллара смогли создать такой аромат, который аналогичен, практически аналогичен духам за 80 долларов. И каждый раз, когда находишь приближенный аналог к оригинальному парфюму, всегда задумываешься, а стоит ли переплачивать за бренд и за красивое имя, за красивую упаковку и так далее, если все равно люди будут ощущать практически один и тот же аромат. Знатоки этого парфюма даже не могли сразу определить, что это аналогичные духи и это не оригинал. Оригинальный аромат, он достаточно, они вообще, они как братья, эти два аромата, они как братья-близнецы. Они по-разному меняются, по-разному раскрываются, но одно и то же звучание, похожие ноты. Все практически идентично, но вот цена, конечно, цена просто, вы понимаете. Сейчас на часах 11 утра, буду тестировать продолжительность и стойкость ароматов. К концу дня еще сниму продолжение о том, насколько хорошо они держатся, будет интересно узнать. Эти два аромата очень хорошо себя показали в носке. Конечно же, аналог, он достаточно быстро слетает, но что вы хотите за эту цену, плюс ничто не мешает брать с собой вот такой небольшой флакон к себе в сумочку и щедро им поливаться. Поэтому можно без зазрения совести и ваш кошелек не будет от этого страдать. Вы можете пользоваться и обновлять, когда этот аромат затихает. Но я бы не сказала, что этот аромат тоже слишком феноменально стойкий. Он чуть-чуть подольше продержался и он более стойкий, но я бы не сказала, что у него просто потрясающая стойкость, как у, например, Шанель номер 5. Поэтому, как по мне, лично это мое мнение, можно экспериментировать с аналогичными духами и радоваться. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам это видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. И мы с вами вскоре увидимся. Пока!